У нас таких, как ты, не любят. Человек должен заниматься тем, что ему приносит удовольствие, иначе все бессмысленно. Для меня Vogue — это о полноценном принятии себя. Само вот это понятие «воггерская культура» — одна из целей его создания была, когда оно складывалось, — дать человеку вот этот вот внутренний стержень. Я достоин, я имею полное право быть таким, какой я есть, я прекрасен сам по себе, и мною можно и нужно восхищаться. Vogue в России — он такой биполярный, есть чисто танцевальная история, то есть где Vogue — это просто вот под определенную музыку, по определенному продвижению. Плюс есть вся вот эта болрумная субкультурная история. Но, по сути, это такие большие справной ЛГБТ-пусевки. Это та культура, которая в России во многом ограничена и подавлена, и мы не можем там открыто говорить, потому что это может назваться там пропаганда и прочего. Чтобы войти в культуру, нужно быть абсолютно нейтральным и толерантным человеком. Те, кто первый раз приходят на бал в качестве зрителя, да, у многих бывает шок. То есть люди раскрываются так, как они не могут раскрыться вообще, в принципе, в жизни. Это комьюнити, оно предполагает принятие всех. Это принимается безусловно. Многие приходят в Vogue уже как бы танцорами из других стилей, просто чтобы взять какую-то новую технику. Очень много трюков, очень много опасных моментов. Делать сальто на каблуках — это нужно уметь. Пособности должны быть. Здоровые должны быть. Четвертый класс занимался танцорами в деревне, потом уже в городском коллективе. Приехал в Питер и понял, что у меня уже нет какого-то коллектива. Думаю, как-то мне непривычно, что я где-то с кем до не выступания танцую, вот эта сцена. Ну и друзья, с кем общался, говорят, вот тебе-то там Vogue пойдет, вот попробуй Vogue. В плане каблуков такая тема, что если ты парень, например, и ты одеваешь те же каблуки, например, у тебя нет права на ошибку я танцуешь, потому что сразу начнется ввод, когда ты здесь что-то делаешь, это вообще-то не твое. Ну и в плане девушек они танцуют, какие-то стили, которые более мужественные. Ты не имеешь права вообще как-то плохо это делать. В целом у нас какие-то отклоняющиеся от такой общей массы вещи, они как-то воспринимаются в штыки, и как бы с такими ментальными отстройками мы ничто не можем сделать. Ну можно сказать, что Россия закомплексованная страна, как какие-то последствия предыдущих политических режимов, и даже если не говорить чисто о политике, то просто в ментальном плане у нас такой особый народ. С одной стороны закрытый, с другой стороны в следующую секунду могут распахнуть душу. Ну мы должны определиться с тем, что Vogue это не танцы. Так просто получилось, что Vogue пришел к нам через танцы, не пришел к нам через другую дверь, которая называется ЛГБТ. Поэтому я всегда и говорю, что в России другая история, у нас по-другому все формируется, по-другому развивается. Помимо танцевальных категорий, там есть много-много всего, что ты можешь воплотить. У меня нет денег, чтобы организовать свой собственный показ. Я взял, сшил и выставился на балу, и обо мне начинают узнавать. Это же слава. Ну такой нетворкинг включается какой-то. Все теперь знали, что этот мальчик круто шьет. А так, может быть, никто бы его и не знал, он там бы и тыркался в своем инстаграме. Ты хоть дизайнер, и для тебя есть категория. Ты занимаешься бьюти, и для тебя есть категория. Ты следишь за своей фигурой, у тебя крутое тело, у тебя категория бадди. У тебя красивый фейс, вот, пожалуйста, выходи в категорию фейс. Любишь танцевать, для тебя еще несколько категорий открыто. А кто-то просто очень высокое, длинное. Я просто вижу, как тебе нужно выйти в рану, и все, давай пойдем. Готовимся к следующему балу. Люди, которые приходят в вок, должны понимать, с чем они могут там столкнуться. И если вы не готовы столкнуться с тем, что выйдет мальчик просто на каблуках, или выйдет парень с макияжем, или выйдет девочка, которая ведет себя как мужчина, вам просто сюда, в принципе, не нужно. Это не значит, что вы плохие, или мы плохие, или как-то типа, вы же тусуетесь со своими друзьями, а с другими друзьями не тусуетесь, потому что с одними вам комфортно. Вот мы хотим, чтобы наше пространство и наша культура была для нас комфортной, чтобы мы ничего не боялись, чтобы я не переживал о том, что сегодня я с салатовыми волосами, и там упадет женщина в оморок от этого. Мы же танцуем для того, чтобы быть счастливее как-то. Я люблю сам процесс, то есть мне нравится именно готовиться, то есть делать костюмы, там, выбирать, ездить ткань эту, сидеть, клеить это все, шить, всякие аксессуары, там, пинки, бабочки, там, все что угодно. Кто-то любит именно сам выход свой, то есть вот эти ощущения, когда ты выходишь в костюме, это тоже круто очень. Я очень люблю сцену, и сам вот именно выход на подиум, это, ну, почти-то волшебно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я очень благодарна своим родителям, хочу пожелать, наверное, если вы смотрите, это тоже будут какие-то родители потом поддерживать своих детей вообще в их начинании. Когда у тебя есть поддержка в семье, когда у тебя есть окружение и есть желание, и цель к чему-то идешь, то все как бы складывается каким-то вообще очень крутым образом. Так что желаете, друзья, вы все получите! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, именно так